Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекуновой. Мы работаем в прямом эфире. 300-190 наш телефон. А теперь представляю гостей нашей сегодняшней программы. Итак, Владимир Алексеевич Филимонов, художественный руководитель и главный режиссёр театра-студии «Ориент-32А». Владимир Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте. И Дмитрий Борисович Евдокименко, директор и ведущий актёр театра-студии «32А». Дим, добрый день. Добрый день. Уважаемые друзья, вот в эту студию я много лет уже хочу вас пригласить. Но то одно, то другое, у всех свои заботы. Тем более, что каждый год есть повод для этого. Повод есть и в этом году, а повод какой для театра, это всегда премьера. В этом году премьерная постановка у вас была пьеса, назову её пьесой «Соломенная шляпка». Да. Почему именно эта пьеса, чем обусловлен ваш выбор? И потом поговорим об этом. Наверное, Владимир Алексеевич, с вас. Если честно, выбор абсолютно у нас каждый раз идёт бестолковый. Объясняю, почему. Я, как режиссёр, считаю, что если актёры выбрали сами пьесу, то она на 50% уже поставлена. Поэтому я стараюсь делать так, чтобы актёры сами предлагали. Актёры предложили? Да-да-да, кто-то принёс, посмотрел. Она не всем нравилась тогда, но потихонечку предложили, стали работать над ней. Я знаю, что, Дима, у тебя, ну мы с тобой на «ты» 20 лет уже знакомы больше, ты как-то был под знаком вопроса, что именно, почему «Соломенная шляпка» в разговоре мы как-то обсуждали. Я так скажу, как опытная жена делает вид, что все решения принимает муж, так и опытный режиссёр делает вид, что решения приняли актёры. Ну, на самом деле, конечно, последнее слово за режиссёром. А с него же начинается и первое слово. И где-то там из-под воль, где-то так, кто-то принёс, а там всеми процессами можно управлять, чем Владимир Алексеевич талантливо управляет нами уже 45, почти лет. Вот, кстати, после Диминых слов говорят, что актёрское ремесло не легче военного. Точно так же, равняясь мирно, надо выполнять исключительно то, что требует режиссёр. Ведь в основном это так бывает, да, в театре как? Нет? Ну вот, Дим, скажи своё слово, как актёр ведущий. Значит, между актёром и военным, наверное, только два схожих слова, и те, и другие служат. Служат, да, служат театром. Если в военном, наверное, действительно раз-два и построился, то здесь, наверное, всё зависит от построения режиссёра. Как он строит свой театр, такой театр у него и получается. Я допускаю, что есть театры, где слово режиссёра, закон, не нравится, вышел. Нет, у нас, у нас не так. У вас демократия. У нас не так. Я в защиту военных пока заступлюсь немножко. На самом деле, военные очень умные, талантливые люди. И для того, чтобы где-то что-то победить или выиграть, это нужно... Даже любой театр уступает, потому что, как игра в шахматы, ты берёшься, вроде бы, что там просто фигурки двигаешь. Но один двигает, ты проигрывает, а второй двигает, ты ничего не делаешь, ты выигрываешь. Но здесь, наверное, актёрское ремесло связывает с военным, а в плане дисциплины. И в плане подчинения руководящего слова командира. Да, да, я с этим согласен. А последнее слово, естественно, всегда, наверное, остаётся за вами, как за режиссёром. Да, хотя тяжело иногда бывает это отстаивать. Я по природе человек, который не любит ругаться. Вот я люблю со всеми мирно, со всеми соглашаться и всех хвалить за любую инициативу и какую-то малейшую даже вот искру прозвучавшую. Но, к сожалению, иногда приходится, приходится иногда жёстко. Жёстко было, Дим, с режиссёром? Нет. Нет? Нет, ну, конечно, разные бывали ситуации, и споры бывают, и прочее. Но, ну да, последнее слово за режиссёром, оно остаётся. Но как, а как может быть иначе? Даже когда, если он делает вид, что это не его последнее слово, а наше решение, всё равно это его последнее слово. Вот, кстати, вот театр, театральная труппа всё-таки. Сколько актёров у вас в театре спектакля? Не считали? Так кто же мы там не назовём? Что-то на сегодняшний момент. Ну, 15 где-то так, человек туда-сюда у нас. Туда-сюда. А туда-сюда, для тех, кто просто не знает. Ведь все вы сочетаете театр с другой, что называется, с основной работой. Работой, за счёт которой мы живём. За счёт которой, да, живёте. Потому что театр, что называется, дохода особого не приносит, да? Это чисто любительское. Он приносит только расходы. Творческое удовлетворение. Да, и дальше это то, чем мы отдыхаем. Так отдыхаем. Поэтому любой отдых, развлечение, оно требует затрат. Хотя я всё время вот на вас поражалась, и вы мне вызвали восхищение. Отдыхать, да, человек работает, как Райкин говорил, да, у станка постой, там, две смены, да, потом иди. А в любительский театр играть телевизор, или крути, там, динамо-машину. Человек отработал смену, он рабочий день отработал, а потом ведь репетиция. Да, та же, та же самая. Это же не один час. Это же до позднего вечера. Это же тоже надо силы иметь. Это тоже нужно настрой иметь. А день-то прошёл по-разному у каждого. Да. И мало ли что там дома. Ну, смотрите, всё же просто. В сутках 24 часа. Восемь часов мы спим. Восемь часов мы находимся на работе по рабочим дням. И примерно треть жизни у нас находится на свободное время. Каждый своё время свободное выбирает, как проводить. Кто-то ходится к телевизору, кто-то, я не знаю, читает газеты, ходит играть в шахматы. Каждый человек выбирает для себя свои удовольствия. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Кто-то живёт там, как у меня говорил один знакомый, мой отдых, кухня, диван, телевизор. Это мой отпуск. Ага. Ну, есть, да, такие. Есть такие. Даже не скажу, что мне их, ну, наверное, где-то жалко. Но они тоже на это имеют право. Ну, конечно. Это их выбор. Это их выбор, они этим живут. А мы живём вот тем, что после работы, что нам придаёт силы собраться вместе, что-то делать, что-то творить. И, в конце концов, во время спектакля, ну, и сам процесс репетиции, он увлекателен и замечательен. Но отдача энергии во время спектакля, она с лихвой всё окупает. Тем более, что нам не просто даётся каждый спектакль, потому что нам нужно собраться, чтобы были свободные люди, которые не уехали в командировку. Да, да, работа у всех разных. Или ещё, да. Чтобы был свободен к этому времени зал. Много факторов, которые должны совпать, чтобы мы смогли назначить спектакль на эту дату. А дальше начинается, кто-то заболел, у кого-то какие-то форс-мажоры. И это всё вот на плечах режиссёра, как это выкрутить, где что-то заменить. Ой, Тяшка, да, это не штат того же самого академического театра, да, любого, где люди ходят на работу. У них свои проблемы. Ну, они тут правили свои проблемы. Кстати, если вернуться к соломенной шляпке, мы все, вот, зрители помнят, и я с таким же вот ощущением шла. Мы все помним фильм, где блистал Миронов, масса всевозможных актёров, да, известных звёзд экрана. Как было, вот, что нужно было сделать, чтобы не скатиться на цитаты вот из этого фильма? Я всё думала, а когда же начнёт Миронов петь «Женюсь-женюсь» известную песню? Дело в том, что театр такая вещь непознаваемая, и когда, почему я вот уже столько лет, и Дима, и все остальные ребята, мы собираемся, и каждый день мы совершаем открытия. Причём такие кайфовые, потому что приходишь, берёшь пьесу. Мы берём просто так, вот Дима не даст соврать, очень быстро берём пьесу новую в работу, и потом начинаем её расковыривать, смотреть где что-чего. И потом, когда возникает, сейчас говорят, продукт, возникает спектакль... Мы не будем говорить про продукт. Да, да, ну, у нас спектакль. И мы удивляемся сами тому, что мы видим, потому что каждый раз это новое открытие мира. Ну, для меня лично, как лаборатория, как мастерская у кого-то, вот он взял какие-то вещи, и из этого возникает потом какое-то чудо. Иногда чудо возникает на репетиции, такое у нас бывало не раз, когда мы вот... Ну, потом не повторяемся. Актеризация бывает? За счёт актёров или на вас... Только она и бывает. Сейчас, сейчас. Про джаз слышали, да? Да, да, конечно. Вот это типа джаза. Вот вроде бы всё равно так есть ещё, но можно вот всё вокруг у них, вот идёт, 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 идёт. Вот такая у нас технология. Есть главные моменты, которые обязательно актёры должны делать. Вот здесь я добиваюсь вот этого, здесь этого, этого. Но остальное на откуп, вот этот кусочек на откуп, этот, 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 и когда они выходят и делают это живьём, ориентируются, играют. Очень живой театр получается. Давайте мы сейчас прервёмся на небольшую рекламу, а потом поговорим об этом подробнее. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире тема дня. Сегодня говорим о театре. Театр-студия «Ориент-32». Кстати, почему «Ориент-32»? Проспект Ленина, дом 32. Мы начинали в Советском Союзе, и мы начинали в Доме культуростроителей. ДК-строителей. ДК-строителей? Был такой дворец культуры. И это адрес был, да? Это был просто адрес. Просто адрес. Дом, ну, звучит красиво. Для тех мы советские люди. И проспекту Ленина у нас. И дом 32. Но для остальных просто. Вот для Дима прошло. А почему? Потому что к зубам отношения не имеют. И ещё. Я что-то мне запрозумно даже никак-то не знаю. И ещё. Приходили люди, говорили, вот был такой «Ориент-поезд» какой-то, место номер 32, около туалета уже, или наоборот, где-то там. Был такой какой-то. Не ясно. Всё гораздо проще. А «Ориент» возник от туристов. Был у нас Сергей Воробьёв. Сейчас он, к сожалению, не ходит. Привет ему передаем, Сергей. Всякие дела у него. И вот он, мы, когда с туристами столкнулись, стали вместе делать спектакль после какого-то перерыва. И «Ориент» добавили. «Ориент», ориентирование, поиск, выход из чего-то. В общем, какое-то очень хорошее слово. Мы вот с Димой 20 лет назад, когда первый раз тобой пошли в поход, да, на том пуду тогда ещё за Байкал, я тогда узнала о существовании этого театра. И тогда сразу по приезду мы пошли сразу, первый раз, мы говорили, вы ещё тогда в помещении детского сада играли, да? Да, был приезд. И я ещё удивилась, думаю, как это может сочетаться, столько туристов, которые вот активный образ жизни ведут именно с рюкзаками, ходят, и тут же театр. Я была поражена, а потом всё как-то вот оно на самом деле, всё взаимосвязано, кажется. Давайте, может быть, мы уж к Коле от соломенной шляпки отошли и туда вот к названию. Когда образовался театр, как вы вообще друг друга нашли? Как это было? Какой год? Я закончил институт, 80-й год. Ваша профессия связана с режиссёром? Да, я режиссёр, там у меня зрелище, ещё как-то назывался режиссёр массовых представлений. Закончил у Евгения Владиславовича Вандалковского, совершенно гениальный человек. У него же учился Пашек Клюшкин, у него же учился Ваня Демидов, на Завочином, я на Дневном. Тоже, Иван Владимирович, привет. Всем передает, всем постоянно игрусь в нашей студии. Вот, и школа хорошая. Он человек, который, конечно, в Москве там делает много, как скажем, государственных проектов. Он лауреат разных государственных премий, там мощный уважаемый человек. В Твери это делать сложно, поэтому я с режиссёром массовым очень быстренько распрощался. Потому что приходили начальники и говорят, так вот это убрать, это переделать, и, в общем, лучше посадим сейчас мы сюда какого-нибудь Ковеленова или ещё диктора какого-нибудь, а вы идите, самодельность отдыхайте. А ездить по районам там искать я не хотел. И на этой базе возникла идея создать студию-лабораторию карнавальных празднеств. Это была первая дискошкола, мы начали. Для чего дискошкола? Тогда было очень модно, и дискотеки заполонили. Модно, это же только появлялось. Да, да, да. Я помню, я тоже тогда по месту распределения мужем тогда в школе организовала дискотеку. Да, да, было модно. Но это было модно, потому что новая интересная структура. И вот я увидел в том, что когда идёт дискотека вот эта, возникает ощущение большого праздника где угодно. Должно возникать. Должно возникать. А это уже наша задача возникла, Антону Леонидовичу. И мы стали этим заниматься потихонечку. Это год какой ещё раз? В 80-й год. Да, 2-го ноября. И мы сделали... А, 4-го ноября, извините, я уже позабыл. И мы сделали это праздником. Причём, когда у нас шли в стране пертурбации вот эти всякие с властью, когда 7-й ноября меняли на 4-й, ещё никто не знал, что будет 4-го ноября. А я выступал, кстати, на вашем Тверском телевидении здесь. Там стёрли, наверное, каскадёры показывали, какие-то пародии. И я пошутил неудачно, тупо так, что мы предлагаем перенести 7-е ноября на 4-е ноября, потому что это ещё с нашим днём рождения студии совпадает. Будет очень хороший праздник. Вот пошутил. Пошутил. Потом бабах приходят. И подошли, и нашли там поляки или ещё что-то. В общем, получился новый праздник. Вот, а так... Дим, а ты как оказался в этой струе? А ко мне пришёл товарищ. Я сказал, слушай, у нас тут недалеко организуются какие-то курсы ведущих дискотек. Я говорю, ты вообще так-то люблю музыку ставить. Слушай, а тут ещё мне ещё за деньги будут платить. Пойдём, говорит, 3 месяца мы получимся там. Там маленько что-то там. Ну, я не знаю, там 7 рублей. 8 рублей было. Нет, это двойная ставка тогда. Ну, да, это большие деньги. Я это долго пробивал, мы с директором Дворца культуры долго обсуждали. Как же так? Через 3 месяца у нас будет справка, что мы имеем право там работать с ведущими дискотек, и всё, шитыкрыто. Ну, вот так это всё и началось, и задало в моей жизни ещё одно большое направление, кроме других уже существующих или потом появившихся. Я только сказал, что Дима такой вот, он сам увлекающийся человек. Назвать хобби, Дим, твои, это просто невозможно. Ты ещё как-то заражаешь своими хобби других людей, и вокруг себя умудряешься собрать всегда очень большой коллектив и компанию. Как время-то находится. Ну, ты, конечно, раскладывал уже эти 24 часа. Я знаю, недавно ты вернулся, были лыжи у тебя пунктиком, да? Да, на Донбай ездил. Ведь всё равно это нужно время, ведь ещё есть работа, ну, про работу говорят, ещё есть семья. Да, а как, сказал один человек, как же вы всё успеваете, 24 часа всего? Он говорит, а я встаю, но сейчас раньше. А, ну да. А у меня немножко другой принцип. Я увлекался восточной философии давно, и первые в институте у меня были, там, работы про Восток. И в то время очень плотно изучал дзен-буддизм, да, сизм, вот эти направления. Ещё там, когда мы занимались боевыми искусствами, у Сергея Васильевича Аббарцумова, он тоже начинал в Федерацию УШУ, областная была у нас, на базе нашего Дворца культуры имени Трусова. И он очень много тоже хороших вещей ставил мой мозг в правильном направлении. В общем-то, Восток – это как? Вот стоит, Дима едет в горы куда-нибудь, там, он же малым какой-то покорять, а я сижу дома, у телевизора, или у окна, или с женой беседую, или в компьютере, или смотрю в окно. И вот Доросу говорят, это ничем не отличает, потому что кактус на окне стоит, он ничем не хуже кактуса или пальмы где-то там в Африке, или кусок луны, он точно такой же. Вот, поэтому, когда два подхода к жизни, получается, ты вникаешь внутрь, как можно туда плотнее, есть же такие медитации у бойцов, когда берёжкой рыбу положил и смотришь на неё. Вот он месяц медитирует, два-три, полгода, год, и потом какое-то новое озарение у него приходит. Вы также вот с таким же, с такой же философской основой смотрите вот на пьесы, которые попадают? Обязательно, обязательно, да. Вот когда вы говорите озарение? Я по-другому жить не могу. А вот мы с Димой говорили, да, вот приятель у него, Дим говорил, что вот отпуск диван, телевизор, вот получается, что да, но с философской основой, философской подушкой, что называется, да? Да, причём этот диван такой многогранный, и когда ты туда влезаешь, там очень интересно, очень интересно, потому что по любому направлению можно изучать мир. И мы выбрали просто театр, театр, когда спектакль с камерой, каждый новый спектакль, новый кусочек, новое познание мира идёт. А вот, кстати, когда дискотека у вас переросла в другой образ спектакля? Очень быстро, мы полгода делали курсы трёхмесячные, потом набрали, каждый раз по 60 пацанов приходило, две-три девочки. Да, столько много людей? Битком, ну у нас круто было в то время, престижно. И мы начинали делать дискотеки, но их всё время ругали, и мы писали танцы под проигрывателя. Дом культуростроителей, лучшая дискотека в городе была, все дискотеки ругали, нас хвалили. Татьяна Владимировна Гаврилова такая была, методист, привезла, говорит, ну Филимонову что там, у него нет дискотеки, у него танцы под проигрывателями, и хохочет. Вот, поэтому мы начали дискотеку делать театрализованно. Была сказка Карла Готца у нас на дискотеке, были какие-то программы, мы делали пародии на рок-звёзд. Тогда же конкурсы проходили, какие-то вот этих вот разных программ. Мы ездили в Пермь со своей программой, мы заняли там второе место, первое место заняла программа со слайдом Брежнева. Правда? Да, фиолетовый слайд такой сидел, там программа бездарная, беспомощная, ну её как-то вот, а у нас она была хулиганская немножко, всё-таки там тяжело было давать первые места, это опасно. Ну, в общем, мы седели там тоже, посмотрели, как люди живут. Это был первый период, потом это переросло, мы поставили спектакль. А спектакль первый какой был? Первый был у нас «Пантомима. Звезда и смерть» Хакина-Мурьета. А, правда? Вот такой, если дискотечный, да. Этот спектакль мы когда поставили, и вот дискотека переросла. С той же музыкой? Да, с той же музыкой, мы её подсократили, подобрали, сделали там. Ну, до 45 минут сократили вот эти два диска, которые были считаются. Ну, да, да, да. Люди приходили, плакали у нас. Вот такой Григорий Миронович Лоботкин у нас плакал на спектакль, приходил тогда. В общем, нормально было. И вы решили потом вот перейти вот именно на такую форму? Да нет. Это было много сразу спектаклей. Да, мы сделали ещё «Бумбараж», «Сказки народов мира», «Море» всё было. Мы каждый год забудовали по одному-два спектакля. Вот представьте, прошло сейчас 45-46 лет, сколько у нас заду спектаклей. Вот у меня, как у режиссёра, и сколько у нас, как у актёра? Ну, больше 50. Я не буду считать, мне даже не посчитать. Ну, примерно 50 можно сказать, на скидку. Дима, а у тебя такой вот запоминающийся, это с чего начинали? Самые первые? Или вот что больше в душу вот так вот запало? Какой спектакль? Есть такой? Все. Все. Ты знаешь, да, как у детей сказать, какие из твоих детей, так сказать, самые лучшие. Да. У каждого спектакля есть свои какие-то запоминающиеся черты, моменты, они все не похожи друг на друга. Вот. Есть ещё одна такая большая черта, что каждый раз, когда мы его делаем, кажется, что ни черта не получится. Это точно. Ну, всё пропало. Правда? И до последнего момента, кажется, что, да блин, как мы вообще на это зрителей пригласим. И вот он, спектакль, рождается как раз в момент первой премьеры. И даже у меня уж насколько уже тёртого волка. И вот, не ускороюсь с этой соломной шляпкой, то есть, тоже не... Подозрения были. Что там, что... Не то слово. Не подозрения, уверенность была. Уверенность была. Ну, ладно, мы тут выйдем, опозоримся. Вот. Ну, кстати, вот даже вот, коль вернулись к соломенной шляпке, вот уже говорили, как не сказать, ведь там же нет, вот, я упомянула музыку, которая запоминается в этом фильме, в известном, да? У вас же там всё по-другому. Но вы и отошли и от самих вот трактовки образов, и от музыки, которая, казалось бы, какую ещё там музыку может быть. Есть маленький секрет, режиссура там и вообще творчество, никого не повторять. Вот сейчас куча бездарных идёт подделок в кинематографе. Да, когда вот спрашивается, а зачем? Кавказская пленница. Да, зачем? Я старую кавказскую пленницу не могу смотреть, у меня стоит этот Хазанов новый там с этими рожами, и то не могу смотреть, потому что испортили, потоптали своими грязными ногами вот это вот, возьми и сделай сам, зачем ты берёшь, делаешь копию бездарного. И так же Азори здесь стихие поставили. Для чего? Нет материала. Поэтому, когда мы берём, мы идём сознательно своим путём. Поэтому пусть будет хуже, но своё. Пусть будет по-другому. Я ещё добавлю, ведь драматург написал пьесу, это слова. И он, конечно, в неё закладывал какой-то своё смысл, содержание. Он о чём-то думал, когда это писал. Когда на слова делается песня, там композитор накладывает музыку. Когда на пьесу делается спектакль, режиссёр вкладывает в неё своё содержание, свою идею. Как любую фразу можно сказать, десятью разными интонациями, слова не и те же, но вложить десять разных смыслов, то сколько смыслов можно вложить в целую пьесу. Поэтому задача выбрать, про что ты это ставишь. И, наверное, пока это непонятно и не получается спектакль, когда становится понятно, тогда и спектакль. Хотя бы для нас понятно оно должно быть. Для зрителей, зритель поймёт что-то своё, как цифра 32 для кого-то номера места, у кого-то зуба, у кого-то что-то ещё. Так и в любой вещи. Ты вложи в неё своё содержание, и она уже будет наполнена. И её уже будет понятно, во что брать и как нести. И это будет понятно даже зрителю, который к этому даже не прикасается. Он просто чувствует по-своему. Если содержание есть, оно вложено, значит, оно становится, как мы сказали, не продукт, становится вещь. И не вещь, и произведение искусства. Произведение искусства, давайте мы уже помыть. В хорошем смысле. В хорошем смысле этого слова. И ещё, вот здесь сразу встает первое. Чтобы это произведение искусства понравилось всем зрителям. От самого неподготовленного до интеллектуала и так далее. Поэтому спектакль строится на многих этажах. Первый этаж, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. А вообще-то важно, чтобы всем, как говорится, обидеть художника может каждый. Может быть, вот ты не понимаешь, всегда сказано, ты не понимаешь режиссёрской задумки, да? Это важно, чтобы вот именно, вот как вы сказали, по этажам. Чтобы было интересно всем. Это очень важно. И чтобы было интересно, чтобы было понятие своё, пусть на первом этаже, но про то, что мы хотим показать, всё равно он должен вот это понимать. А дальше идут уже новые и новые смыслы и уходят к Богу в вечность. Смысл, вот как-то даже философия, да? Всё равно вот под текст, как я говорю, вот есть человек, некоторые люди, есть, как их называют, неглубокая могила. То есть некуда копать, некуда всё, дно видно, что как неглубокий колодец тот же самый, да? На мой взгляд, театр, театр, он должен в чём-то бить по голове, он в чём-то должен перевернуть. Но не насмерть, не насмерть. Ну, во всяком случае, я никогда не забуду, я ходила в Москву, по-моему, театра Станиславского, кавку там ставили, и по произведениям кавки я никогда не забуду своей реакции. Когда я очнулась, я посмотрела, а зала-то уже нет, уже все зрители разошлись, а я не могу, у меня как, наверное, челюсть отвисла. Я вот так вот и сидела, я не могла, я только-только прочитала как раз вот, наверное, несколько его произведений, и я на него специально пошла, и там была премьера. Вот этого потрясения в себе я не забуду никогда. О, это катарсис. Это ради этого стоит жить. Актёром. Совершенно верно. Потрясение должно быть, как любой эпизод, или любая пьеса, или анекдот, оно когда является событием? Когда ты смотришь сначала на это первым взглядом, и кажется, лист белый, а потом посмотрел на него внимательно, так он чёрный. А когда произошло вот это изменение, это произошло событие, значит, на него было зачем смотреть, на него было интересно смотреть, и тебе его смогли так показать. Другой человек может показать наоборот, он окажется прозрачным, там, или цветным. Как вы находите пьесы? Вот мы сейчас говорим, премьера этого сезона «Соломенная шляпка», а вообще пьеса – это основа на классике или современной, есть из чего брать? Вы говорили, кто-то топчется ногами, потому что уже гениально сделано и просто-напросто повторяет в худшем смысле то, что было сделано. Вы находите свои смыслы, вы из чего черпаете материал? Да. Из жизни. Вот оно всё лежит, Островский, собрание сочинений, лежат другие писатели, авторы. Но ты приносишь Шекспира ребятам, говоришь, давайте Гамлета. Они не хотят. А знаете, почему не хотят? Потому что мало жестких ролей главных. Там одна Джульетта, и там молоденькая девочка. А всем актрисам-то надо роль быть. А вот, кстати, как актёры реагируют на распределение, скажем так, ролей? Всем хочется главную туру? У нас другой театр, у нас хороший театр. У нас люди отказываются от ролей для другого человека. Да что вы, нету вот этого вот такого змеиного клубка, как говорят, да, что он под ситки какой-то. Вот у нас Лена Ланчева делали там, ну, в общем, у неё были проблемы, она не ходила, болела. И репетировал соломенную шляпку Натальи Шурцевой, да. А потом, когда Ленка появилась, ролей нет, и Наташка ей отдаёт свою роль вот эту. Ну, надо же, я уже Лену видела. Молодец, Наташа, молодец, да, молодец, потому что это дорогого стоит. И она тоже играла, там, тётушка Глухня у неё, там ещё в ней море, да, 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 всё это. Но та роль у неё тоже была хорошая. Человек отдал. Кстати, много ли тех актёров, с которыми вы начинали сейчас? Очень мало. Дима, Наташа потом, Лена Ланчева уже попозже, хотя Лена Ланчева начинала с моей женой Валентиной Персоновой-Филимоновой хореографией заниматься в четыре годика, был коллектив в шоколадке, и она танцевала танец там, они пачкались, там был такой нашимнёвший танец, вот с тех пор я её заметил, очень хорошенькая девочка сидела, танцевала. Потом она выросла, выросла её где-то встретил, пригласил в театр, она тоже давно ходит уже. Антон Павлов, ну, Артамонов, ну, все ребята уже ходят так давно, просто мне кажется, что они вчера пришли. Ну, Дима лучше расскажет про них. Дима, расскажи. Ну, дело в том, что возраст не измеряется годами, а возраст измеряется событиями. И действительно, если по годам сочетать, что вот из того пришествия прошлого века, это может быть я там и Наталья Шурцева остались, но все те люди, которые сейчас у нас в театре, они настолько уже вжились, выросли и давно, что, в принципе, всё, как будто театр всё время вместе с ними был и есть. Кстати, интересно, я посмотрела, у вас с семьями. Все маститые, да, с семьями, и актёры все маститые. Вот посмотришь, Аня наша, красотская, да, она как появилась. Пришла девочка, мы уже ставили «Слугу-двугаспот», оставалось неделю-полторы до спектакля. Я говорю, или нет, давай вот ты будешь с Оксаной Андреевской, тоже у нас там семья есть, Влад, у меня дочка ходит, там Вика, и будешь вторую роль держать, вот вы будете не одна сестра, а вы две конкуренты, будете поднимать этот трактир и столовую вашу там харчевню, чем вы занимаетесь вдвоём. И всё, я задачу поставил, говорю, Слава, бери половину у неё там, тых-тых-тых, ребёнок выходит, через полтора недели гениально играет, просто гениально. Ну вот как определить, вот, а как вы приглашаете, вот, а вы видите, что этот человек способен играть, ведь не каждому это дано-то? Дано каждому, но очень много трусливых людей по природе, один думает, как маму скажет, как папа, как начальник, вот они не проходят всято. Получается так, люди приходят, мы всем даём добро. Вот пришёл, прочитал стихотворение, я просто, сразу у меня проверочный тест, стихотворение прочитать в каких-то других предлагаемых обстоятельствах, человек уже ломается, некоторые ломаются ещё по телефону идёт звонок, и когда он там говорит, я говорю, всё, спасибо, вы не принято. Как? Как? Вы же меня не видели, говорю, мне достаточно. Телефоновый разговор, всё. И здесь пришёл человек, прочитал стихотворение, заходи, входи, можешь играть. Но, я говорю, я тебе брошу воду, ты поплывёшь, мы тебя подхватим, будем тебя поддерживать. Но ты плыви сам, будешь плыть, всё будет хорошо. Люди боятся плыть. Поэтому кто-то вышел, сыграл спектакль. Это вот так вот? Да. Сыграл спектакль, всё, он уже в театре. И потом потихонечку, отравленный этим духом, получает роли, получает мастерство и прочее, прочее. Отравленный духом? Да, отравленный. Не на всех это действует. Был у нас редкий, правда, случай. Люди, которые пришли, сыграли спектакль, а потом всё-таки, ну, что-то, да, это не моё. Тоже имеет право на жизнь, они ушли на свой другой как-то смотреть. И слава богу, мы не тратили на него время, не воспитывали, не переделывали, не репетировали с ним. Он сразу ушёл, и всё, место освободил для другого человека. А, Дим, а вот за эти 40 лет с лишним накапливается вот это вот, скажем так, панцирь, вот это вот, накладывает на себя работа актёрская, какой-то отпечаток на душу, вот как говорят, штампы. Существуют уже? Ну, я так не считаю, что это штампы, а это накладывает, это даёт опыт, и работа актёрская, она нужна везде по жизни. И в моей, и по основной деятельности без неё никуда, потому что ты всегда общаешься с людьми, и ты всегда до них, а, должен донести какую-то свою информацию, б, ну, как бы, склонись к их каким-то решениям, убедить в своих предложениях, и это всегда нужно, и ц, с тобой должно быть интересно общаться, вот, тогда и это всё пригождается по жизни. Ну, я, как ты знакомил с этим человеком, мне интересно, безумно, и легко. Дим, как ты? Это тоже важно. Это тоже важно. Вы сейчас играете во дворце культур химволокнота. Да, это наш любимый. Уже последние несколько лет, да? Да уже не лет, там уже десятилетие, да. Уже десятилетие, вы думаете? Да, да, не, ну, не десятилетие. Но, тем не менее. Мне кажется, больше десяти. Больше десяти у нас, да. Тем более, что был этап, когда мы, ведь, когда мы начинали про историю, да, когда-то вот Владимир Васильевич пришёл, окончив вот этот свой вуз, ДК-строитель, потом стал художественным руководителем ДК-химволокно, где был такой вот период прошлого века. Но мы-то были молодые, мы были студенты тогда ещё. То есть, это было вообще самое счастливое время. Вот, потом жизнь стекла, нас где-то било, где-то топило, где-то поднимало. И вот следующее пришествие студии, да, случилось оно, началось в «Металлисте» вместе с «Вечерами туристов». И как раз вот Сергей Воробьев. Это тоже отдельный разговор. А потом это переросло снова вот во второе рождение театра, который был вот в детском садике, благодаря вот Володе Воробьёву, как бы это было его помещение. Потом два года мы были в доме актёра. И потом с него мы... Себучукову тогда он нам помог, да, он нам дал помещение. И вот потом уже после него мы вот вернулись как бы на круги своя в ДК «Химволокно». Но ДК «Химволокно» — это ведь небольшой зал. Вот я вот только к этому веду. Это я всегда спрашивала, а как же вот количество зрителей? Там, по-моему, максимум 80 человек. Да, меньше, меньше. Маленький, небольшой очень зал. И все спрашивают, что, а может быть побольше предложить, может быть кто-то там с барской руки и вам разрешит играть на большой сцене. Вопрос можно? Да, конечно. Вам хватит. Сидит 2000 человек или 5000. На сцене вынуждены вешать экран. Плазмой. Крупным планом личики показывать. Это что, театр? Получается кино. Кино, телевидение. Это уже другой вид искусства. Да, клубные какое-то мероприятие. Вот именно то я просто к тому, что вот я много раз очень была на спектаклях, мне нравится что? Мне нравится единение. Актер вместе с публикой, зрителем, это одно целое. И к тому же в некоторых моментах зрители играют. Вы как бы их подначиваете, да? Они входят в спектакль. Значит, они входят буквально недавно на какую-то, но еще не на соломиную шляпку, а по-моему, до этого мы показывали спектакль. Так какой еще у нас был? Чеховский. Чех. Нет? Да, Чеховы показывали. Я приглашал, ну, знакомые, которые еще не были. Я говорю, ну, приходите, а что за театр? Ну, говорю, да вот у нас там небольшой зал. Ну, в принципе, мы как-то вот прямо перед зрителями всеми взаимодействуем. Потом там девушка пришла. Он говорит, так как? Я, говорит, поняла, это интересно, что зрители взаимодействуют. Ну, чтоб настолько. А мне еще, знаете, ребята, вас что нравится, безумно, это тоже, наверное, ваша фишка. Заканчивается спектакль отдельно, когда же можно разговаривать про музыку, которая сопровождает. Это что-то невероятное. И буквально то же самое единение идет в музыкальный финал. Шикарно. Я помню хорошо, где все зрители вставали, танцевали, а потом играли в «Ручеек». Да, да. Такое тоже было. Я помню это очень хорошо. На меня тоже такое впечатление произвело. И настроение было-было. В «Женитьбе» это было? В «Женитьбе», да. А, ну да, ты уже, наверное, увидел. Конечно, конечно. Когда мы пошли первый раз? С 2004 в поход, я с 2004 к вам в театр хожу. Поэтому я помню, что это тоже фишка. Да. Но самое главное, в чем фишка-то малого зала? Когда мы говорим про театр, когда мы говорим про катарсис, это театр, это мультипликатор эмоций. Как когда человек может разговаривать сам с собой. Ну, как-то лучше, хуже, может разговаривать вдвоем. Но когда ты даешь какой-то посыл еще вокруг перед тобой группы людей, и все эти эмоции все возвращаются. Вот это тот самый наркотик, которым мы питаемся. Так вот, он действует на зрителя тогда, когда зритель рядом. Когда вот он. Видно глаза, видно какие-то маленькие детали. В этом и магия театра. Да, да. Театр, как говорят люди, исчезает дальше пятого ряда. И я с этим полностью согласен. Конечно, хороши большие залы, но насколько... Это свой театр. И люди набивают, ходят большие залы, а у нас он... И как бы нам ни говорили, вам же надо, мы не влезаем все, вам надо же больше зал. Нет. Ничего, по последней минуте я видела, стулья ставят, скамейки ставят, все вмещаются. Ну, потому что, да, вот это, чтобы люди были глаза рядом, эмоции рядом, я не знаю, запах может быть рядом. А потом мы их кормим, поим. Да, да, там возможно будет, да, 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 интересно, да. А среди зрителей, наверное, вот за эти 40 с лишним лет уже есть, наверное, постоянные, да? Кто ходит из года в год, и я вижу много молодёжи, что вот сейчас говорят, битву за молодёжь, да, да. Приходят молодые люди, приходят с семьями, парами и с детьми. Приходят, приходят. Конечно. Они поколениями так и ходят. Для тех, вот давайте, кто... Я просто от души советую попасть на ваши спектакли, потому что это всегда такой праздник. Где можно узнать о театре? Вконтакте. Вконтакте группа Ариент 32. Её надо ввести к себе в напоминалке, и тогда, когда за два дня до спектакля мы даем объявление, там идёт запись, и у нас моментально всё это... Ну, я уже рассказывал, что мы назначить спектакль, мы не можем много по ряду объективных причин, потому что люди работают, зал тоже бывает занят, по-другим, по-другим, и поэтому у нас не получается показывать там вот каждую, там, субботу. Да, да, да. Да и сил это требует очень много. Если бы нам дали помещение, ставки и прочее, и ребят, вот те, кто не хочет, пускай работают, и приходили бы к нам в какую-нибудь такую структуру, был бы вот такой театр. Все театры, все спектакли старые у нас лежат в памяти. В замороженном виде, это как в уголовном деле, оно не прекращается. Да, да, 30-40 спектаклей сейчас... То есть вы в любой момент его можете возродить? За полгода-год 30-40 спектаклей мы можем поднять легко от нашего театра. И будет репертуар хороший, пожалуйста. А актеры нужны вообще, Владимир Ильич? Вот сейчас, нужны новые силы какие-то? Только молодежь, потому что плотные места уже заняты. С горожилами. Да, мне, которые люди давно имеют свою позицию, не нужны, потому что с ними тяжело их убеждать. А молодежь, она гибкая, пластичная. Пришли, если ему не понравилось, он ушел и все. Или сломался, потому что тяжело. А те, кто остались, они преданы театру. У нас есть молодежь, они преданы. Так преданы, так же, как старики. Вот такие хорошие ребята у нас. Настя Керещенкова, Яна Грунцова, Влад Андреевский, вот этот. Он уже в армию отслужил, пришел. Он шестого класса пришел, мама привела тогда, он играл. Как-то называлось, пусть говорят, спектакль. Он играл учителя. Учителя играл, в шестом классе. Очень смешная роль у него была. А сейчас у него шикарное место, вот старший сын, роль этого. Старший сын, шикарный спектакль. Я тоже боялась, что вы искать. Все было по-другому. А спектакль «Домой», у него тоже там роль была главная. По две ящерицы. Сложнейшая пьеса Володинская. Володина, да. Но, тем не менее, в этом году, возможно, загадывать сейчас бессмысленно что-либо. Но готовится какая-то очередная работа, о которой нас порадует жителей региона. Конечно, конечно. Уже видим, что получается. Ну, а как Дима говорит, тут заранее, наверное, загадывает. Не-не-не, я вижу, вижу. Но если режиссер видит, это главное. Нет, дело в том, что все равно это уже будет только на театральный сезон следующего года. Но, тем не менее, сейчас хватит соломенной шляпки. Кто не был, просто большой совет прийти. У вас, как обычно, лето – это пара отпусков, да? Конечно. Это пока каникулы театральные. Тоскливое время для театра. Тоскливое. Ждешь, не дождешься осенью. Уважаемые друзья, я хочу вам пожелать, программа подходит к концу, к сожалению. Я вам благодарна за вашу творческую жилку, которая вас говорит. Вы радость дарите людям. Вы большие молодцы. Спасибо, Владимир Алексеевич, что вы так вокруг себя объединили таких талантливых людей. Дима, спасибо большое, что ты нас радуешь и надеюсь встретиться в походе с тобой в очередном. Силам и здоровья. Спасибо, уважаемые друзья. И еще хочу сказать большое спасибо всем нашим ребятам, которые в театре есть. Потому что они настолько дают энергию жизни, вот просто у меня это главное в жизни, честно. Спасибо вам огромное. И молодцы ребята, что при всей занятости находят для такого святого дела время. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. До свидания. До свидания. До свидания.